Здравствуйте, мои дорогие! Я Дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 16 июня, и многие из вас отмечают День Ангела. Это День Памяти Святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Луку. Это древнегреческое имя, которое переводится как «рожденный на рассвете». Небесным покровителем его является мученик Луки Лиан. В третьем веке от Рождества Христова в Византии жил языческий жрец Луки Лиан. И вот на закате жизни пришло к нему осмысление, что провел он годы свои неправильно. Языческая религия ложна. И так в его сердце вошел Господь Иисус Христос. Крестившись, он повсюду проповедовал о вере во Христа Спасителя. И многие язычники, слушая одухотворенные речи Луки Лиана, обращались в христианство. Молва о проповеднике разлеталась быстро и дошла до гонителей веры Христовой. Схватив Луки Лиана, идолопоклонники пытались склонить старца, отречься от распятого. Но Луки Лиан был на удивление тверд в своей вере. Тогда, замучив старца до полусмерти, бросили его в темницу, чтобы бывший жрец одумался. Но Луки Лиан и не думал поддаваться язычникам. Он, встретив в темнице христиан, наоборот, стал укреплять их, наставлять, чтобы до конца они стояли за Христову веру и не боялись ни мучений, ни смерти. Язычники решили предать Луки Лиана мученической кончине, отправив его в раскаленную печь. Но несправедливый суд не свершился. Божьим промыслом пролился сильный дождь, погасивший пламя, и мученики остались невредимы. Но черствые язычники в ответ на это чудо лишь разозлились еще больше и были христиане казнены. Святой Луки Лиан был пригвожден ко кресту, как и спаситель, за которого святой старец пожелал умереть. А также своими молитвами с Днем Ангела мы поздравляем. Ипатия, Павла и Дмитрия, а также Юлиана, Киприана и Михаила. Самим именинникам следует посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас. Да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok